Татьяна Хавронина проживает в доме на улице Самбурва, 198А. Ее сосед, проживающий по адресу улицы Тургенева, 205, в прошлом году начал стройку. Разрешение получил на дом жилого назначения до трех этажей. Когда возвел четвертый, а затем пятый этаж, соседи забили тревогу. Одни решили продать свой участок, который теперь не увидит солнца. А Татьяна Хавронина живет на земле прапрадедов и менять место жительства не хочет. Поэтому и написала жалобу в администрацию города. У нас законодательством предусмотрен перечень, необходимый для представления документации. И при ее наличии разрешение на строительство будет выдано. Администрация создает для этого все условия. В свою очередь, застройщик должен соблюдать условия выданного разрешения на строительство, параметры технические, указанные в разрешении. И при отступлении от указанных параметров, возведение иного объекта, не предусмотренного разрешением на строительство будет, повлечет для него ответственность в виде отмены разрешения на строительство, сноса объекта капитального строительства. Самострой создает большие проблемы для города и его жителей, нагружая инженерные сети сверх предела. В некоторых домах выше пяти этажей отсутствуют лифты, пандусы, стоянки для автомобилей, есть и другие нарушения градостроительных норм, как, например, в строящемся здании на бульваре Евскино-18. 22 марта 2013 года гражданину выдано разрешение на строительство двухэтажного магазина. Как мы видим, им возведено строение в три этажа и выведена арматура на четвертый этаж. Строение имеет признаки многоквартирного жилого дома. На расстоянии нескольких метров располагается детский сад. Нет уверенности в том, что данный объект соответствует градостроительным нормам и правилам, пожарным, санитарно-эпидемиологическим и иным, и несет угрозы жизни и здоровью граждан. Разрешение на строительство ИЖС, где выросли проблемные дома, возведенные без разрешения или с нарушением оформления, будут аннулированы. Нарушители лишатся права строить на своем земельном участке. По двум объектам на Тургенево-205 и Евске на 18 решение об аннулировании и разрешение на строительство уже принято. Важное дополнение к теме. Сегодня имеется возможность сохранения ранее построенных зданий, при условии, если объекты не угрожают жизни и здоровью граждан, и изменен вид целевого назначения недвижимости и земельного участка. Однако эти застройщики, которые приступили к строительству в 2013 году и не оформили документы или нарушают утвержденный проект, могут сразу готовиться к сносу. Закон един для всех. А оформить разрешение на строительство в Анапе сегодня можно в установленные законом сроки. Лариса Басова, Артем Зиборов. Анапа. Регион.